Господи, Господь наш, як отчудно имя Твое по всей земли, як Он взялся великолепие Твое, превыше небес. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Мы с вами продолжаем размышлять над ежедневными апостольскими отрывками вместе с Церковью. Сегодня понедельник, 6 февраля, и мы с вами прочитаем отрывок из 2-го соборного послания апостола Петра с 1-й главы 20-го стиха по 2-ю главу 9-й стих. Вот как звучит этот отрывок в русском синодальном переводе. «Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собой, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые божие человеки, будучи движимы духом святым. Были и лжепророки в народе, как и вас будут лжеучители, которые введут пагубные ереси, отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. Многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении. И они из любостяжания будут уловлять вас льстилыми словами. Суд им давно готов, и погибель их не дремлет. «Ибо если Бог ангелов, согрешивших не пощадил, но связав узами адского мрака, привел блести на суд для наказания, если не пощадил первого мира, но в восьми душах сохранил семейство ноя проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивых, если города Содомские и Гоморские, осудив на истреблении, превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам, а праведного лота утомленного, обращения между людьми неистово развратными, избавил, ибо сей праведник, живя между ними, ежедневно мучился в правильной душе, видя и слыша дела беззаконные, то, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания». Так, братья и сестры, мы с вами продолжаем знакомиться с вторым соборным посланием апостола Петра. Как уже было сказано, между этим посланием соборным и соборным посланием апостола Иуды, как мы увидим, когда будем читать и это послание чуть позже, есть большое сходство в плане содержания, в плане упоминания каких-то событий из Ветхого Завета, вот мы сегодня об этом читали, и потом это же увидим в послании Иуды. И в том числе из-за этого сходства, но, безусловно, конечно, не только из-за него, а из-за каких-то еще определенных нюансов, эти два послания не входили во всех списках древних в канон, то есть где-то они были, где-то их не было, они такими являлись спорными. А поскольку они еще действительно и похожи, то получается, что эта спорность, вот она может так и получалась, что распространялась от одного к другому. Итак, о чем же здесь идет речь? Сначала первые два стиха сегодняшнего отрывка, это одновременно последние два стиха первой главы, 20 и 21. «Зная прежде всего то, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самому собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые божие человеки, будучи движимы Духом Святым». Здесь дается некое описание, определение или, как бы сказать, интерпретация того, что такое пророчество и как оно совершается. Что никогда пророчество не может разрешаться само по себе. Почему? Потому что оно всегда изрекается человеком по воле Духа Святого. Пророк — это человек, который говорит в Духе Святом. Я напомню, что с точки зрения библейской, в первую очередь пророк и пророчество — это не предсказание будущего, это возвещение воли Божией. То есть в какой-то степени элемент предсказания может быть пророчество. Ну, скажем, пророк говорит, «Если ты, Израиль или какой-то человек, будешь делать так, то будет с тобой так. Если ты будешь делать так, то с тобой будет так». То есть некая развилка, некий момент выбора, потому что за человека сделать этот выбор не может никто, даже сам Господь Бог. Это нужно помнить. Поэтому предсказать, что изберет человек, невозможно принципиально. То, что от человека не зависит, ну, еще более или менее, может быть, можно попытаться предсказать. Но человек непредсказуем, на то он и человек. Это важнейшая библейская позиция. У человека есть вот эта пресловутая свобода выбора, и он может, вопреки всему, поступить иначе. Да, вот, не хочу и не буду. Неважно, хоть пусть все горит огнем, а я вот поступлю все равно так. Поэтому предсказать, сто процентов, невозможно. Можно только обозначить вот этот момент выбора, что если ты выберешь так, то так, если так, то так. А дальше уже все равно человек выбирает. И даже если он, повторю, видит, что в одном выборе заключена полнота благ для него, то может такое что-то в нем произойти. И он выберет все равно тот путь, который разрушительный, гибелем. Ибо он человек, и по каким-то причинам может выбирать действительно даже совсем не то подчас, что ему полезно. Бывает и такое. Поэтому пророки – это возвестители воли Божьей, в первую очередь, да, а не предсказатели, провидцы, вот в каком-то таком смысле слова, магическом, может быть, да, таком обывательском, как иногда и сейчас. Люди это понимают. Дальше вторая глава начинается с предостережения, что были лжепророки в народе, как и у вас, божеучителя, которые ведут пагубные ереси. И, отвергаясь искупившего ее Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. И многие последуют их разврату, через них путь истины будет в поношении. Вот мы видим пагубные ереси, да, слово ересь попадается нам на страницах Нового Завета, хотя не так часто мы это слово встречаем, вот именно в этом виде. Все-таки это слово со временем приобрело специфический оттенок, и когда мы говорим ересь, это значит неправильное, ложное мнение, да, ложная идея. Но изначально глагол херао, от которого происходит слово ересь, означал избирать, выбирать. То есть это некий избранный человеком образ мысли и образ жизни, образ действия. Есть некий путь, некий выбор, ну, нечто, что человек избрал без, в общем-то, отрицательного оттенка. Изначально не было ничего уничижительного в этом слое. Поэтому, видите, здесь, например, говорится пагубные ереси. То есть к слову ересь добавляется определение, да, что ересь сам по себе это вещь нейтральная. Но если это пагубная ересь, то есть если это действительно такой образ мысли, такой образ жизни, который ведет к погибели, вот тогда это плохо. Но это вот, скажем, в те времена слово ересь требовало для себя определения. А со временем, времена Вселенских соборов и позже, слово уже даже без определения, пагубное, непагубное, стало обозначать что-то нехорошее, некое заблуждение. То есть сказать уже, допустим, про ересь, ну, поскольку сказать про ересь пагубное, можно, да, что вот это неправильный, ложный образ мысли, ведущий к погибели. А сказать, что это плодотворная, конструктивная ересь, да, уже нельзя, не получится сказать. Ересь уже обросла негативным оттенком. А вот когда-то можно было сказать, что мне твоя ересь, там, по душе, да, мне кажется, твоя ересь, она вполне помогает тебе, там, по жизни, да, потому что ересь действительно было нейтральным словом, обозначающим образ жизни, образ мысли, мнение, в конце концов. Вот это тоже к вопросу об изменении смысла слов на протяжении, скажем, десятилетий, столетий, тысячелетий. И вот раз эта ересь пагубная, то те, кто последует их разврату, путь истины будет в поношении, из любостяжания будут уловлять вас слестивыми словами, суд им давно готов, и погибель их не дремлет. И дальше апостол Петр вспоминает суд Бога над ангелами, суд над миром во время потопа, суд над Содомом и Гаморрой, и вот как раз эта параллель у нас тоже есть в послании Иуды, и это мы увидим. И все эти параллели заканчиваются девятым стихом, то, конечно, знает Господь, как избавить благочестивых от искушения, беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания. Ну, такое педагогическое наставление, что надо делать так, не надо делать так, потому что беззаконников на суд правильных Господь сохранит. Напомню, дорогие братья и сестры, что мы сегодня с вами читали отрывок из второго соборного послания апостола Петра с первой главы двадцатого стиха по вторую главу девятый стих. Также напоминаю необходимости для нас с вами ежедневно читать Слово Божие, потому что в нем заключены великие отрады, утешения и наставления. Храни вас всех, Господь! Господи, Господь наш, я хочу на имя Твое по всей земли, я хочу взяться в великолепие Твое при и выше небес. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова